Снос торговых точек – неприхоть крымских властей. Все киоски и магазины находятся здесь незаконно. Под ними водные, газовые и электрические коммуникации. Кроме того, из-за огромного количества шалманов и стихийных лотков на рынке страшная антисанитария. С этим решили бороться самым действенным способом – демонтажем. Ранее предпринимателям было предложено самостоятельно снести постройки, и те, кто это сделал, теперь получат места на других рынках. Все понятно. Это люди, которые добросовестно и качественно исполнили свои обязательства перед нами. Мы перед ними также должны это сделать. Кто отказался добровольно снести, сделают это принудительно. А лица, не согласны с распоряжением, разместят на доске позоры Симферополя. По всем остальным, Александр Дмитриевич, вы сейчас курируете у нас торговлю в городе. Значит, есть распоряжение главы республики применить жесткие меры. Жесткие меры, что такое, вам объяснять не буду. Это спецоперация. Мы к лету должны зачистить все отсюда и до улицы Всевастопольской. Там есть определенный парк благоустройства. Все это будет сделано. То есть площадь перед рынком должна быть чистой и улица прилегающая. Да. Поэтому обращаюсь ко всем еще раз. На данный момент готовится субъектовый порядок по сносу. Ребята, ни с кем судиться не собираемся. Сами либо не уходите. Спецоперации по сносу, как в Москве. Готовьтесь. В Москве такая практика помогла. Хватило всего одной ночи работы бульдозеров и экскаваторов, чтобы собственники самостоятельно занялись сносом своих ларьков, магазинов и даже кафе. Демонтировать незаконно установленные торговые точки в Симферополе начали по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова. Уже к лету работы должны быть закончены, а территория полностью очищена. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ.